И не надо на меня так смотреть. И не вам говорить не о совести. Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя иду искать. Субтитры создавал DimaTorzok Череп проломлен. Орудие убийства тут же. Думаю, произошло в свете часов двенадцать-четырнадцать назад. Да. Эта гиря, судя по всему, использовалась как пресс для фотографий. Отправьте ее и тело доктору Милтсу. Самохин, тело выносите. Похоже, что-то искали, но нашли или нет, это вопрос. Я одному понять не могу, столько нечетких фотографий, как он этим на жизнь зарабатывал. Дело в том, что его специальность – групповые фотографии с духами умерших родственников. Вот, к примеру, взгляните. Извольте видеть, семейная пара. Вполне четкое изображение, но за их спинами, видите, два размытых силуэта. Духи? Совершенно верно. А вот те же самые духи, но фото сделано при их жизни. Это что ж получается? Голубев просил клиентов приносить прижизненные фотографии родственников, а после этого делал копии и впечатывал нечеткие, но узнаваемые силуэты в фотографии клиента? Именно так. Ради чего? Деньги. Разумеется, ради денег. На обывателя эти фотографии производили колоссальное впечатление. Я знаю, спиритическая фотография в Европе сейчас в моде, но… Совершенно верно. Он и прибыл из Европы. Полгода назад расклеил по всему городу афиши. Я сам, признаться, хотел зайти к нему. Пройти курс обучения? Вроде того. Мне было любопытно, как, как именно он, одурачивая своих клиентов, так сказать, углубиться в его мастерство. Видно, кто-то из задураченных его и посетил. Надеюсь, что дальше предпринимать? Объяснять не нужно? Само собой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну и где же дама? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Итак, давайте напишем диктант. Возьмите перо и давайте начнем. Мой дорогой друг, прошло много времени с того момента, как мы встретились. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Анна Викторовна, что случилось? Ничего, малыш. Пололась. Все из-за вас. Все. Если бы вы сразу согласились. Если бы вы согласились. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не положено. Пропустите. Не положено. Евграшенко, пропусти. Слушайте вас, Богороди. А что случилось? Вы, собственно, кто? Я здесь живу. Сегодня ночью господина Голубева убили ударом гири по голове. Как? Вы к кем ему приходитесь? К кем вы ему приходитесь? Я жена. Гражданская. Мне венчаны были. Я сожалею. А вы сами где были этой ночью? В гостинице. Мы поссорились вчера. По какой причине? Из-за чего произошла ссора? Он сказал, что хочет позвать другую вместо меня. Сказал, что она справится лучше. В каком смысле? Мы занимались фотографиями с духами. Если вы ещё не поняли. Я вызывала духов, а Миша их фотографировал. То есть, вызывали духов? Хотите сказать, что вы медиум? Да. А вчера он заявил мне, что хочет позвать медиума с именем. Чтобы о деле поговорить. Это после всего того, что я для него сделала. Понимаете? Ведь это и я надоумела его фотографировать духов. И дело пошло. Неужели? И этот медиум с именем, он что, согласился? Нет, конечно. Отказала она ему сразу. Но он как-то уговорил её прийти для разговора. Так она пришла? Я не знаю. Я ушла и ночевала в гостинице. Позвольте мне уйти. Конечно. Что? Вам нужно успокоиться. Как имя этого известного медиума? Анна Миронова. Странно было бы услышать что-то иное. Антон Андреич, делом займитесь. Ищите на снимках что-то необычное и непонятное. Я Флатоныч. Как успехи? Дело ясное. Этот фотограф был убит ударом по голове гирей. Место преступления осмотрели, а тело отправили доктору Мурсу. Какое варварство. Да. А что, он действительно духов фотографировал? Ну, что вы? Ну, обман чистой воды. Ну, а как же публика верила? Публика всегда верит. Верит вопреки очевидности. Может быть, нам к Анне Викторовне обратиться? Вы что, шутите? Нет, но она у нас специалист по духам. Да помните, это фокус фотографической техники. Ну, ладно, справимся своими силами. Тут вот еще что, заявление поступило. О пропаже помещица Спиридоновой двадцати пяти лет. Уехала вчера верхом на прогулку и не вернулась. Я уже послал команду прошерстить лес, а вы поезжайте в поместье. Я? Да мне бы с фотографом разобраться. Яков Платоныч, если бы я был начальником небесной канцелярии, я бы распорядился, чтобы все происшествия в Затонске совершались после раскрытия нами предыдущих. А пока что я всего лишь навсего начальник губернской полиции. Так что поезжайте, голубчик. Там дети остались. Дети? Сколько лет? Семнадцать. Брат и сестра. Поговорите с ними. А матери двадцать пять? Мачеха. Антон Андреевич. Анна Викторовна. Голубев умер? Убит ночью. Я надеюсь, вы не приходили вчера сюда. Приходила. Около девяти. А через сколько вы ушли? Минут через двадцать. Я ведь из любопытства приходила. Я хотела увидеть эти его фотографии. Поняла, что это надувательство и… Так это вы и есть? Та самая Анна Миронова? Да. Я Анна Миронова. А вы? Я ведь ничего особенного у вас нет. Зачем вы только берёте, непонятно. Простите, я вас не знаю. Ничего ещё вы знаете. Ну, когда я уходила, около девяти, разумеется, он был жив-здоров и… Вот сейчас мы это проверим, так ли это на самом деле. Дух Михаила Голубева явись. Дух Михаила Голубева явись. Дух Михаила Голубева явись. Он здесь. Он пришёл. Вы знаете, он действительно здесь. Ну, не потому, что вы его вызвали, а просто Дух, он… Он после смерти некоторое время остаётся на месте гибели. Вы, кстати, можете с ним поговорить. А я не буду вам мешать. Антон Андреич, ну, мы с вами поговорим ещё. Непременно. Ну, нет. Нет больше человека. Ну… Ничего не поделаешь. Да чёрт с ним. Прости. Господи. Никогда я его не любила. Я не о нём. Я о себе плачу. Что мне теперь делать? Куда податься? Я… Антон Андреич, я открою вам тайну. Я никакой не медиум. У меня на самом деле нет никаких способностей. Вы… Вы не огорчайтесь, главное, так. Это ни для кого не тайна. В конечном счёте, какое это имеет значение? Яков Платон, к примеру, и вовсе не верит в духов. Что вы за мной всё ходите? Если вы не хотите отвечать на мои вопросы, то бродить за мной вы можете сколько вам стоит. Вы… Вы во всем виноваты. Ваши высокомерия. Скажите лучше, кто вас убил? Какая разница? Вы виноваты. Главное не кто он, а за что он. Главное не кто он, а за что он. Стой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Добрый день! А потом Париж. 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 Остановимся в лучшей гостинице. На Монмарте. Конечно. Говорят, как будут художники и поэты. И много маленьких кафе. Да-да-да, мы будем гулять, пить кофе и шампанское. Я буду писать картины на Монмарте, как и настоящий художник. И Иван будет с нами. Прошу прощения, я стучал. Что вам угодно? Я следователь Штольман, Штольман Яков Платоныч. Вы из полиции? Так точно. А вы? Константин Спиридонов, моя сестра Виктория Спиридонова. Понятно. Вы сегодня сделали заявление в полицию о пропаже госпожи Спиридоновой. А, да. Мы… Прошу садиться. Благодарю. Так что случилось? Наша мачеха пропала. Елена Константиновна Спиридонова. Вчера уехала верхом на прогулку, а не вернулась. А почему же заявили только сегодня? Мы думали, она по обыкновению поехала к кому-нибудь из соседей. И осталась на ночь. Такое уже случалось. Просто с утра Алмаз вернулся один, жеребец, и мы решили пойти в полицию. Верно, решили. А в доме, кроме вас, кто-нибудь есть? Нет. Конюха, горничная. Они приходящие. Со вчерашнего утра их не было. Мы посуду не убираем. Горничная придет. А ваши родители? Матушка умерла давно, а батюшка женился на Леоне Константиновне, но год назад тоже умер. Сочувствую. Так что ж получается, Елена Константиновна теперь ваш опекун? Совершенно верно. Вы не переживайте. Раньше времени мы уже ее разыскиваем в городе, в окрестностях, в соседних поместьях. Может, действительно задержалась где? Найдем и окажем помощь. Невольно услышал ваш разговор. В путешествия собираетесь? Пустяки. Это просто фантазия. Уверен, ваши картины понравятся нам Ан-Мартове. Каждый художник мечтает о Париже. А кто такой Иван? Какой Иван? Ну, вы же его с собой хотели в Париж брать. А, это мой приятель из гимназии, Кунгоров. Мы друзья. Понятно. Яков Платоныч, Яков Платоныч. Прошу прощения. А теперь не доложить. Мы нашли во враге. Мертвый. В управление лежали. Слушаюсь, Алтайгороди. Пошел. Какие-то новости? Если что-то новое обнаружим, сразу сообщу. Благодарим вас. Всего хорошего. С ровной. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА День добрый, доктор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасьте, Ахутанович. Ну что? Ну, мне лично все очевидно. У нее сломана шея. Вот, посмотрите, глубокая рана на голове. Кровь уже запеклась. По всей видимости, она упала с лошади где-то вот там. Да, картина ясна. Следы падения по всему склону. Упала с лошади и скатилась в овраг. Вот только одна странность. Рана ведь на голове серьезная? Ну, вы же сами видите. Глубокая, проникающая. Значит, она должна была удариться, крепко удариться обо что-то. Ну, так это вполне очевидно. Там же и камни, и корни деревьев. Да, странность в том, что открытая рана должна кровоточить, а на пути падения тела следов крови нет. Да и здесь крови нет. То есть, вы хотите сказать, что она была уже мертва? Ее где-то убили в другом месте, а сюда привезли и бросили в овраг. Значит, возможно, шея была сломлена после падения уже мертвого тела. Скажите, доктор, а возможно определить разницу во времени между пробитым черепом и сломанной шеей? Теоретически это возможно, но для этого разница должна быть очень большой. Попробуйте. Отправляйте тело. Забирайтесь. Ни больше, ни меньше. Треть Затонска у вас побывала. Судя по карточкам. А что вы там пытаетесь найти? Знаете, застрял будто между молотом и наковальней. Получил задание найти что-нибудь странное. Но на всех этих фотографиях духи. И вот как, по-вашему, странно это или же нет? Обман все эти духи. Он брал у клиентов фотографии их умерших родственников. Да это я уже понял. Может чаю хотите? Не скажу, нет. Я сейчас приберусь и поставлю. Да. Постойте. А куда вы? Я же предупреждал. Ни в коем случае ничего не выбрасывайте. Так они же не получившиеся. Ну, не смотря на это, прошу вас оставить. Все же я должен их исследовать, изучить. Я поставлю чарю. Да. Господин Штульман, что-нибудь известно? Должен сообщить вам печальное известие. Ваша мачеха Елена Константиновна погибла. Не может быть. Как? Предположительно, упала с лошади. А вы вспомните, в котором часу она уехала вчера на прогулку? В двенадцать, как обычно. Точно заметили время? Да. Просто мы ждали фотографа на двенадцать, поэтому я запомнил. Фотографа? Мы заказали на дом фотографа Голубева. Господина Голубева, фотографирующего духов умерших? Да, я понимаю, это сомнительно, но многие отзываются с похвалой, и мы решили попробовать сфотографироваться с родителями. Зачем? Просто так. Вы знаете, что господин Голубев был убит сегодня ночью? Нет. У вашей мачехи были недоброжелатели? Насколько мне известно, нет. А почему вы спрашиваете? Предположительно, она тоже была убита. Убита? Да. Я должен осмотреть ее комнату. Извольте. А вы ее видели? Кого? Елену. Разумеется. И как она? В смысле? Сильно пострадала? Она упала с лошади в овраг. Где ваша сестра? На планере. Она живописи занимается. Мясников. Кто такой? Мясников. Всеволод Мясников. Это… приятель Елены. Сын заводчика Мясникова. Любовник ее, что ли? Ну, да. Они и тут поссорились на днях. Кричали друг на друга. Что кричали? Не прислушивался. Письма я изымаю. Где, говорите, можно найти вашу сестру? У пруда. Это вниз по тропинке. Я вас провожу. Да нет, спасибо. Я сам найду. Я к вам с недоброй вестью, Виктория. Елена Константиновна. Нарва. Упала с лошади? По всей видимости, так. Но обстоятельства мы выясним. Я почувствовала это еще, когда городовой приехал. Мне кажется или обстоятельства смерти мачехи вас не сильно расстраивали? Умерла посторонняя женщина, которую отец привел в наш дом. Конечно, это печально. Ненавидели ее? Нет. Таких сильных чувств это особо не заслуживало. Есть подозрение, что ее убили. Убили? Кому это нужно? Вопрос правильный. На самом деле, кому это нужно? Это ее любовник. Мясняков. Они пару дней назад так ругались, и он, кажется, кричал, что убьет ее. Причина? Она объявила, что бросает его. Они очень громко кричали, я все слышала. А кто же станет теперь вашему атакуну? Дядя. Дмитрий Спиридонов. Не буду вас задерживать. Вашему дяде нужно поскорее приехать сюда, к вам. Брат уже послал за ним. Вот как? Брат. 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 Вы тоже что-то ищете? Ничего я не ищу. Хочу посмотреть, что там. Мишки-то теперь нет. Надо с его наследством разбираться. Вот. А ключ потерян? Позвольте я? Если можно. Мишки-то закрыть. Мишки-то. Мишки-то закрыть. Мишки-то. Вот. Достаточно, значит, устройство. Ничего. Мишка Кургуль Крашовой. А вы на что надеялись? На что надеялась? На жизнь надеялась. Фотографа этого уму-разума учила. Угу. У меня нож в спину. Миронова в подельники захотела. Так вы за это его гелькой? Да бог с вами. Мишку иногда прибить хотелось, но не убивала я его. В гостинице я была с десяти вечера до десяти утра. Меня там все видели. Я вам беру. Ну, что ж. Антон Андреевич, может быть, вы со мной подольше посидите? Угу. Мне с вами так спокойно. Я… Вы еще и завтра приходите. Да? Завтра много работы. Угу. Вот. Возьмите. Стой. Анна Викторовна, здесь добрый. Добрый. Садитесь, подвезу. Спасибо. Недалеко сама дойду. Видимо, к князю? Видимо, к Элису. Я… Я вот что хотел вас спросить. Вы что думаете об этом фотографии Голубеве? Жулик. И сейчас жулик. Представляете, меня обвиняют. А в тот вечер, когда вы были у него, он не говорил, что ждет кого-то? Очень коротко мы с ним побеседовали. Я пришла, увидела эти его фотографии с духами. Тут же поняла, что это обман. И он сказал, что не хочу с ним работать. Вот. А когда уходили рядом с домом, вы… Вы никого не заметили? Нет. Уже было пусто на улице. Как вы, Анна Икрана? Как я что? Как вы? А как я? Как обычно. Как Элис? Хорошо. Я у князя. Я… Не видел вас давно. И что? Да. Элис. К тебе, Анна Викторовна. Как много у тебя солдатиков? Их сиятельство приказали доставить, из Петербурга выписали. Заботятся. Я буду поблизости. Так. И что это за сражение? А у меня никогда не было солдатиков. Да и в куклы я особо не играла. Можно посмотреть? А где тот первый солдатик? Ты не потеряла его? Этот, да? Нет, конечно, он твой. Я не претендую на него и не хочу забирать. Тебе, наверное, его отец подарил. Ты знаешь, мне вдруг в голову пришла идея. А что, если нам вызвать дух твоего отца, полковника Лоуренца? Нет, нет. Если ты не хочешь, я, конечно, не стану это делать. Хотя, что в этом плохого? Она слушает. Не надо говорить. Она слушает. Угу. Хорошо. Хорошо. Но в целом ты не против. Ты хочешь, чтобы я это сделала? У вас все в порядке? Да. Элис просто разволновалась немного во время игры. Угу. Ну, наконец-то. А что случилось? Она хочет вызвать Лоуренца. Кто? Куда вызвать? Ну, господи. Мадемуазель Миронова. Ну, кто же еще? Ей взбрело в голову поговорить с Лоуренсом. Откуда вы узнали? Она поделилась этой идеей с Элис, а служанка подслушала. Да, они сдружились. Чего не скажешь о вас. А я бы хотел, чтобы вы сблизились с Анной. У вас была, кстати, прекрасная возможность, но вы ей не воспользовались. Вы имеете в виду наши прогулки по лесу? Штольман, она меня не простит. А что вы намереваетесь делать? Я не знаю. Я же не могу ей запретить вызывать духов. Интересно, а почему нам раньше не пришла в голову эта мысль, что она может вызвать Лоуренца? А вот это, кстати, мажорель. Осторожно, осторожно, здесь еще крапива. Она очень больно жжется. Смотри, Элис, а видишь, там такие красивые цветы? Иди сюда, посмотри. Это Вероника колосистая. Попробуй. Молчу. Молчу договорить с ней. Что? И все-таки вы верите в то, что Анна может общаться с мертвыми в прямом смысле этого слова? Даже если и так, то она вряд ли сможет вытянуть что-нибудь из Лоуренсу. А если вытянет, то не поймет. А я бы держала Анну подальше от Элис. Нет. Анна нужна мне здесь. Поближе ко мне. А где Коробейников? Ушелся полчаса назад. Нет. Скажите, вы ведь были на съемке в доме Спиридоновых? Да, вчера. В котором часу? Нас вызвали к двенадцати и мы пришли вовремя. Хозяйка дома была? Не знаю. Мы фотографировали молодых Спиридоновых и их умерших родителей. Ну, да. А снимки? Снимки остались? Михаил проявил и отпечатывал их сразу, как мы вернулись от Спиридоновых. Спиридоновы молоды, образованы. Как же они поверили в эти ваши фотографии? Фотография не больше обман, чем спиритическое дознание госпожи Мироновой. Голубев снимал молодых Спиридоновых. И их мачеха была убита. Позднее сам Голубев тоже был убит. Но мне кажется, что это загадка. Настоящая загадка. Я вам больше скажу, это какая-то тайна. Я был в гостинице. Глафира действительно провела там ночь. Она пришла в девять вечера и ушла в десять утра. Это кто вам сказал портье? А вы не думаете, что в гостинице есть черный ход, который никто не контролирует? Зачем в Глафире было убивать Голубева? У них было совместное дело. Они вместе жили. Душа в душу. Я думаю, что это беспочерно. Но что-то случилось. И я чувствую, что молодые Спиридоновы к этому причастны. Вот письма Мясникова Спиридоновой. Упреки, угрозы. У них был бурный роман. Вот вам ниточка. Надо вызвать его к нам на беседу. Вот так что. Да. Банк востоку вырули. Дмитрий Спиридонов. Дядя Виктории и Константина. Очень хорошо. Я как раз к вам собирался. Я требую объяснений. По какому праву вы допрашивали моих несовершеннолетних племянников? Насколько я знаю, вы не являетесь их опекуном. Достаточно того, что я их дядя. Особое обстоятельство – произошло убийство. Убийство? Да. Как убийство? Мне сказали, она упала с лошади. Ну, некоторые улики указывают нам на насильственный характер смерти. Я так и думал. Почему? Рано или поздно кто-то должен был это сделать. Дрянь, она редкостная. Я всегда говорил об этом брату. Вы знаете некоего Мясникова? Это ее любовник. Откуда вам это известно? Это известно половине города. А я узнал от племянников. Ну, и что вы можете о нем сказать? Ничего. С какой стати я должен о нем говорить? Ну, кажется, их отношения в последнее время разладились. Понятия не имею. Я никогда не интересовался их отношениями. Ну, а сами, сами вы где были вчера с полудня до двух часов дня? Я был на охоте. Кто может подтвердить? Здесь только моя собака. Шутить изволите. Оставьте моих племянников в покое. Или будете иметь дело со мной. Господин Спиридон. До свидания. Будьте здоровы. Какой вкус? Я одного не понимаю, он всегда такой или это баравада после психологического потрясения? Думаете, то он убил? Или он что-то знает. Я отряхну его завтра хорошенько. А вы доставьте мне любовника Спиридоновой. А он Мясникова? Отдыхайте. На сегодня закончим. Благодарю. Да-да. Уважаемая Глафира, прошу простить, что потревожила. Здравствуйте, Антон Андреевич. Хорошо, как вы зашли. Правда? Да. Я… Просто проверить, как вы тут. Премного благодарна. Вот порядок навожу. Да. Да. Вижу. Трудитесь, не покладая рук. Труд заставляет забыть о заботах и сам по себе является наслаждением. Или вы клад ищите? Угу. От вас ничего не скроешь. Деньги еще. Да, Антон Андреевич, я честна перед вами. Может, подсобите? Вы же мастер обысков. Ой. Шутить извольте. Да какие шутки. Голубев припрятал все наши сбережения. Здесь? Да. И я осталась ни с чем. Как мне теперь жить? Глафира. Анна Викторовна. Анна Викторовна. Антон Андреевич. Простите за столь неожиданные визиты и за то, что отнимаю драгоценное время в вашей жизни, но у меня к вам просьба, которая не терпит отлагательств. Конечно, Антон Андреевич. Вы знаете, одной особе нужна ваша помощь. Вы ведь многим помогаете, а… Да, она вела себя с вами дерзко, но с другой стороны, ее тоже можно понять. Она пережила слишком много потрясений в последнее время. Вы о ком? Об этой? Да, о Глафире. Она сейчас в очень сложном положении. Антон Андреевич, вы хлопочете о ней? Да. Умоляю вас, переговорите с духом фотографа. Ну, пусть сама переговорит. Она же медиум? Ой, я понимаю, голубушка, как это было глупо с ее стороны. Она ведь действительно никакой не медиум. Всего лишь была вынуждена зарабатывать на жизнь этим дурным и, конечно же, неблагородным способом. Но это в прошлом, уверяю вас. Антон Андреевич. Ну, хорошо. Но только ради вас. Садитесь. Спасибо. Ну, что ей нужно? Этот самый Голубев в какой-то момент стал скрывать от нее доход. Угу. И позднее припрятал некоторую сумму. Вот вы не могли бы у него выспросить, где именно он ее припрятал? Теперь-то деньги ему ни к чему. Что? Спросить, где деньги? Антон Андреевич, дорогой вы мой, по-моему, вам не стоит иметь дело с этой женщиной. Нет, это, конечно, не мое дело, но она… Я понимаю, понимаю вас и во многом с вами согласен. Просьба эта, мало сказать, неделикатная, она дурная. Но все же, ей просто больше некому помочь. Нет. Я не буду ничего для нее делать. И вам, кстати, тоже не советую. Напрасно я пришел. Ради Бога, простите. Я, пожалуй, пойду. Да. До свидания. Всего доброго. До свидания. Опять вы? Что вы сильно ходите ко мне? Скажите уже, кто вас убил? ГОВОРИТ НА АНГЛАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Четыре-пять. Я тебя иду искать. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мои письма? Откуда? Как вы осмелились? Спиридонова убили. Ваши письма полны упреков и угроз. Есть свидетели, которые слышали, как во время ссоры вы угрожали убить ее. И кто же эти свидетели? Твойняшки? Да им нельзя доверять. Они же настолько ненавидели Елену, что сами могли убить ее. И отчего же они ее ненавидели? Они ненавидели с самого первого момента появления в доме. А в особенности с момента смерти отца. Они почему-то решили, что это Елена его отравила. И откуда же вам это известно? Я случайно подслушал их разговор, когда был у Елены. Где вы были третьего дня с двенадцати до двух часов? Да не помню я. Подругитесь вспомнить. Кажется, дома спал с похмелья. Кто может это подтвердить? Никто. Послушайте, ну подозревать меня это глупость. Я любил Елену. Зачем тогда угрожали? Вы знаете, бывают в отношениях такие моменты, из ваших писем известно, что она бросила вас. Ну да. Да. Обезумел. Угрожал. Но это глупость. Это фигура речи. Двойняшки со своим дружком. Вот, кто ее ненавидел. Что за дружок? Есть у них некто. Кунгуров. Приятель Кости и с авикой волочица. Он постоянно в доме у Лены крутился, чем ее раздражал. Когда вы видели ее в последний раз? Последний раз. Последний раз. Просто тяжко осознавать. Я убил. Да я бы сам умер, лишь бы одна жила! Пил я все это время, но я же не помню толком, где меня носило. Все-таки, когда вы видели ее в последний раз? Да, вот тогда же, когда поссорились у нее дома. Пять дней назад. Вы свободны. Возможно, еще вызову. Странный человек. Как топор. Можно избу построить, а можно и человека убить. Что-то с ним не так. Глафира, скажите, а как себя вел Голубев в последнее время? Ну, не ладили мы с ним уже давно. А в последний раз он как будто с ума сошел. Поехал к Спиридонову, с того как пластинку проявил. И… Вы хотите сказать, что он ездил к Спиридонову второй раз? Ну, да. Да, поеду, говорит, к Спиридоновым и полетел, будто ему там приз обещали. А во время съемки с Спиридоновым у вас тут ничего не случилось? Да нет. Ну, он сделал снимки и мы уехали. Он проявил пластинку и помчался к ним. Да она даже высохнуть не успела. Я все понял. Антон Андреевич, может, под чай уходите? Право сказать, желаю. Но вынужден раскланяться. В другой раз, если позволите, я к вам еще зайду. Я буду рада. Анна Викторовна, вы ко мне? Нет, Коробейников. Ну, конечно, к вам. Я просто видела очень странный сон. Ну, разумеется, не Коробейникову ужасно рассказывать. Да как угодно. Пожалуй, действительно, Коробейникову расскажу. Потому что он выслушает и примет сведения по делу фотографа. Ну, простите. Я вас слушаю. Я видела? Ну, приоткрытую дверцу, как будто бы это дверца шкафа. И оттуда торчит кисть женской руки. Знаете, очень так странно торчит. Снизу. Ну, как если бы эта женщина лежала в шкафу? Ну, я не понимаю, при чем здесь фотограф? Ну, как при чем? Это же он мне это все показал. Ну, да. Да. И я убеждена, что это как-то связано с его фотокарточками. Спасибо. Я учту. Что вы учтете? Ну, почему вы все время говорите «я учту»? И никогда ничего не учитывайте. Я на самом деле очень ценю вашу помощь. Вы можете мне поверить. Да? Хорошо. Желаю удачи. Анна Викторовна, а Голубев не показал вам, что случилось у Спиридонова? Только шкаф. А кто это Спиридонова? Его последние клиенты. Хорошо. Я спрошу у него. Спасибо. Я буду признать. Да. Мефодий. Поехали. Где Каланович? Голубев, как кто-то проявил карточки Спиридонова, тут же сразу плюнул. Я так и думал. Чего он увидел на этих фотографиях? Не могу знать. Кунгурова у меня найдите. Приятный двойняшник. Трогай. Что я вам скажу? Вы были правы? Смерть действительно наступила в результате сильнейшего удара в затылок. А перелом шея, как мы с вами ожидали, был уже позже. Ну, примерно часа через четыре. То есть, ее убили в полдень, а во враг бросили через четыре часа? Да. Именно так. Откровенно говоря, Яков Патронович, непростую вы мне дали задачу. Я имею в виду, вот разницу во времени определить. И как же вам это удалось? А вот все дело в том, что при переломе позвоночного столба у живого человека всегда произойдет внутреннее кровоизлияние. Чего, соответственно, не случится у человека мертвого. Браво, доктор. Вам нужно статью в научное издание писать. Я непременно этим и займусь, как только появится больше в свободном времени. Спасибо. Вы мне очень помогли. Я вас всегда жду у тебя в гостях. О, Антон Андреевич, здравствуйте. Да. Что-то опять случилось? Да, всегда что-то случается. Некто Кунгуров Ивановна проживает у вас? Да, есть такой. Он двадцать восьмую квартиру занимает. Я понимаю. Но его нет. Как? А где он? Уехал. Третьего дня вышел с чемоданом. Сказал, вернется через неделю. А куда уехал? Не сказал. Да я и не спрашивал. Знаете, он такой себе на уме. Скрытный? Не то чтобы... Но не рубаха парень, это точно. Ясно. А лет ему сколько? Девятнадцать-двадцать. Где служит? Конторщик на пристани. Все-то вы знаете. Работа такая. Благодарю. Ну, то есть он так и не возвращался? Никак нет. Как третьего дня вышел с чемоданом, так больше и не возвращался. Ну что ж, отчетов до него не было? Никак нет. Благодарю. А, господин сыщик, с чем пожаловали? Да все с тем же. Надеюсь, вспомнили, кто может подтвердить ваше алиби, кроме собаки? Вот. Сижу, вспоминаю. Смотрите, воля ваша. Да зачем? Зачем мне нужно было убивать эту дрянь? Ну, вот вы сами на вопросы ответили? Ладно. Меня видел лесник. В верстах в десяти от места ее смерти. Пахомов его фамилия. Я ведь проверю. Проверите. Хотел поговорить с вашими племянниками. Где они? О чем? Да все о том же. Об убийстве их мачехи. Послушайте, я настоятельно рекомендую вам поискать убийцу где-нибудь в другом месте. Мне, когда ваши рекомендации потребуются, я вас в управление вызову. Так где племянники? Тихо. Ты видишь? Так, где мы? А вот. Тише, тише. Так, давай, справа заходи. Давай, давай. Ну-ка крылья не сломай. А, вон он, вон он. Давай, 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 давай. Давай. Ах! Да что к тебе, а? Куда ж ты? О! Здравствуйте. День добрый, молодые люди. Господин полицейский, а вы не видите махаона? Он опять вскользнул от нас. А вон он. А, вон он. Махаон. Рода хвастоносцев. Семейство парушников. Я бабочек коллекционирую. Увлекательное, наверное, занятие? Да. Интересно, а почему же вы решили, что именно мачеха отравила вашего отца? А с чего вы взяли, что мы так решили? Вы можете не отпираться, я точно это знаю. То есть, у вас были какие-то основания подозревать ее в этом? Ей это было выгодно. Отец сразу после свадьбы заболел и через год умер, а она стала распоряжаться его состоянием. До вашего совершеннолетия. То есть, теоретически у вас был мотив пожелать ее смерти? Ваше предположение звучит нелепо. Значит, по-вашему мачеха уехала в 12 часов в Верховом, а вы целый день были дома? Именно так. А где был ваш друг Кунгуров? Он уехал в Петербург на неделю, а что? Ну, говорят, он часто бывал у вас дома? Да, мы часто проводили время вместе. Когда он уехал? Четыре дня назад, еще до всего этого, если вам это интересно. Интересно, благодарю. Я поговорю с вашей сестрой. Не позовольте. Не нужно. А вы коллекционируете, бабочек? Мне кажется, сыщик должен иметь какое-то хобби вроде этого. Чем же вам мачеха помешала? Что? Кто первый ударил ее по голове? Вы или ваш брат? Вы с ума сошли? Я сейчас пожалую с дядей, и он подаст на вас в суд. Зачем Кунгуров уехал в Петербург? Узнать условие поступления в университет. Когда это было? Четыре дня назад. И больше я вам ничего не скажу без дяди и адвоката. А у меня больше и нет вопросов. Петербург. 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 Ну, что там Кунгуров? Уехал еще до событий. Куда неизвестно. Петербург. Да что с вами, Антон Андреич? Я сломал себе все глаза и тронулся умом. Ну, что-то должно быть в этой фотографии. Должно, должно. Я раньше не обращал внимания, что на фоне портретов в доме Спиридоновых шкаф. Шкаф. Ну, да, да, действительно шкаф. Картина, стулья. Ничего необычного. А это все снимки? Ну, да, я привез все, что там было. А негодные? То есть, не поучившиеся? Да называйте, как хотите. Я не обращал на них внимания. Я не знал, что искать. Ну, теперь знаете, поезжайте к Глафери и найдите мне все негодные снимки из дома Спиридоновых. Лечу. Я вас ждала. Карточки. Эти негодные, не получившиеся карточки. Что случилось? Анис, вы все выбросили? Ну, да. В мусор на улице. Глафира, миленькая, ну, что же вы, они срочно нужны. Немедленно покажите, куда вы выбросили. Да я не помню уже. В таком случае идемте искать, пожалуйста. Это очень важно. Да что такое в этих карточках? Вам лучше знать. Да ничего там не было, ничего такого особенного. А если ничего не было, в таком случае где они? Зачем вы их выбросили? Я просил ничего не выбрасывать. Ну, я не помню, куда-то выкинула и… Знаете, они нужны срочно, просто немедленно. Да. Вы знаете, Антон Андреич, вы все время куда-то торопитесь, вы такой неуловимый. Ну, вы знаете, служба, я при исполнении и сейчас нахожусь. Прошу вас, прошу вас ответить, где карточки, они нужны мне теперь. На помойке задумала. Угу. Я в таком случае отправлюсь. Туда немедленно. Посажу позвонили. Анна Викторовна, день добрый. Надеюсь, не прогоните? Что-то случилось? В управлении вы говорили, что видели руку в шкафу. Вот здесь, на карточке. Посмотрите, это не тот шкаф. Да. Это тот самый шкаф, только дверца закрыта. Это у Спиридоновых? Почему-то мне кажется, что вы сами уже все поняли про шкаф. Зачем вы приехали? Поверьте, если бы я мог хоть что-то изменить… О чем? Да все не так. Но сейчас я бессилен. Ну, что ж, если вы бессильны, тогда, может быть, не стоит об этом тревожиться. Вот они. Нашел. Вы ведь окажете посильную помощь следствию? Милости просим. Благодарю. В таком случае они не зачтите за труд. Поставьте, пожалуйста, чайку. И если можно, какое-нибудь влажное полотенце. Я там… При великим удовольствием. Выкапывал. Стой. Братец, ты… Пришли кого-нибудь сюда из наших. Из полиции. Константин, Виктория. Есть кто в доме? Господин Спиридонов. Кто здесь? Полиция. Слушай, успокойся. У него нет никаких улик. Одни догадки. Примышленный вяжется? Ну, конечно. Все хорошо. Как раньше. Тихо. Не добрый, успей. Пора будем уже и проспаться. Что же теперь будет? Все обойдется. Этот фараон ничего не знает. Есть для него доказательства. Да он все знает. Он же прямо меня спросил, кто из нас ударил его по голове. Вставай! Будем чай пить! Что вы здесь делаете? Вы? А кого вы ждали? Глафира? Глафира! Скорей! Взгляните. Вот. Господи, что это? Да. Ответьте, вы видели это на самой съемке? Нет, конечно, нет. Вот. Полагаю, что Голубев тоже увидел это в самой карточке. И сразу же поехал к Спиридонову. Антон Андреевич, мне уходите, пожалуйста. Ну, как же? Я боюсь. Чего? Я боюсь, что меня арестуют. Нет, нет. Вы ни в коем случае ничего не бойтесь. Вы ни в чем не виноваты. Мне страшно. Страшно? Спрячьте меня. Как? У меня денег на гостиницу нет. И податься мне совсем некуда. Я… Вполне, но я не совсем понимаю. Вы ведь один живете? Да, я… Вы что вы здесь делаете? Почему шкаф пустой? Вы не имеете права здесь находиться и допрашивать нас без дяди. А где он ваш дядя? Его нет дома. Он только что сбежал от меня через окно. Из дома. Почему? Вам показалось, его нет дома. Советую вам говорить правду. Убийство расстреляем. Я повторяю, что было в этом шкафу? Одежда. Моль завелась, ее убрали. И хорошенько вымали пол. Я больше вам ничего не скажу. И ты молчи. На одной из фотографий господина Голубева видно, что… из этого шкафа торчит кисть женской руки. Покажите. Фотография в отделении. Когда придет время, увидите. Это что-то из Эдгара По. А вы читали Эдгара По? Читал. Вы задержаны по подозрению в двух убийствах. В двух? В двух. Господин Голубев шантажировал вас. Поэтому вы убили его вечером того же дня. Без дяди мы никуда не поедем. Собирайтесь. Или мне городовых позвать. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ – Ну быстро. Кто у меня? Не знаю, кто стрелял. Кто стрелял? Я же подручу. Не знаю, кто стрелял. Стой! Стой, тебе говорят! Кто такой? Иван Кунгуров. Вот он, ваш друг, Кунгуров. Яков Платоныч. Нашел. Рука в шкафу. Зачем вы стреляли? Я не стрелял. А кто стрелял? Не знаю, кто-то рядом. А почему же тогда прятались от меня? Потому что боялся, что меня обвинят в убийстве. Когда Кунгуров пришел к вам? За день до того, как Елена пропала. Почему же он пришел к вам с чемоданом? Мы пригласили его пожить нас пару недель. Но зачем? Да мы просто дружим. Чем же вы ударили госпожу Спиридонова? Она уехала на прогулку и не вернулась. Это все, что мы знаем. А как вы объясните это? Вот сюда, на шкаф смотреть. Этот фотограф шарлатан. Но он же Духов снимает. Это рука один из его фокусов. Вы ему тоже самое сказали, когда он пришел вас шантажировать? Никакого шантажа не было. Ну, зачем вы набрали мне про Кунгурова? Мы просто не хотели его впутывать в наши семейные неприятности. Клафира? О, Боже мой. Ты не забыла, о чем мы пришли? Да, да. Нисколько. Разумеется. Я включаю сейчас. Дерективные методы. Интуитивную напряженность. Надо просто подумать так, как думал бы Голубев. Где бы он выбрал идеальное место для тайника? Неожиданное. Неожиданное место для тайника. Там вы смотрели? Разумеется. Разумеется. Это все бросается в глаза. Знаете что, Клафира? Вы не могли бы, ради Бога, сделать мне чашечку чая, чтобы я как-то мог сконцентрироваться. Конечно. Клафира! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, что? Вот, думаю, думаю, думаю. Думаю, как Голубев. Думаю, как Голубев. Так. Не на потолке же. Это было бы, конечно, безумием. Более безумно, чем возить дрова в лес, но чем чернишь? Как? Боже мой. Как ты догадался? Это скорее интуиция, нежели логика. Ты гениальный сыщик. Глассира. Глассира. Ну, не густо, скажем. А вот Мишка подлец, все прогулял. Лучше, чем ничего. Дух полковника Лоуренца, явись. Дух полковника Лоуренца, явись. Дух полковника Лоуренца. Ты здесь. Ты здесь. А вы уверены, что эта рука не какой-нибудь фотографический фокус? Уверен, что впечатать руку с такой точностью в готовые фотографии практически невозможно. Невозможно. Но вам виднее. Однако, признаний нет. Нет. Нет, но под тяжестью улик они сломаются. А зачем же Кунгуров тогда стрелял вас? Да я вообще не думаю, что это был Кунгуров. Нам нужно еще раз осмотреть место преступления. Ну, что ж. Работайте. Все. Доброе утро, господа. Доброе утро. Да нет уж, добрый день, господин Коробейников. Поздновато являетесь на службу. Вы знаете, что господин… Нет, Антон Андреевич выполнял мое поручение. Ну, это меняет дело. Работайте. Благодарю. Вы наследство получили или в лотерею выиграли? Нет, нисколько. Всего-навсего люблю свою работу. Тогда поехали. Стреляли в меня оттуда. Я выстрел в ответ. Предлагаю все хорошенько там осмотреть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙ ПОКОЙ 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 ПОКОТИ Яков Платоныч. Яков Платоныч. Похоже, отсюда он стрелял. Из-за дерева. Яков Платоныч. Ружье охотничье. Значит, стрелял не Кунгуров. Кунгуров не ранен? Выходит так. Яков Платоныч. Яков Платоныч. Похоже, этот раненый стрелок на лошади ускакал. Сюда двойняшки спрятали тело Спиридоновой. И было у них на это всего несколько секунд. Так как в дверях уже стоял фотограф с женой. Да. Фотографа отменить они не могли. Ну, почему? Кого-то из них посетила блестящая идея использовать фотографа как алиби. Они точно знали, что время будет установлено и оно совпадет со временем фотографирования. А Кунгуров отсутствует на фотографии. Следовательно, алиби у него нет. Ну, по их легенде, он уехал в Петербург. Только прятали они его здесь. Но ведь он вполне мог убить Спиридонову. Получается так? Не ясно одно, кто стрелял в вас. Да я не знаю. Раненого нужно искать. Но не удивлюсь, если им окажется дядюшка двойняшек. Анна Викторовна, ну вы здесь зачем? Я пригласил Анну Викторовну. Пригласили? Пригласил. Я считаю, что она может нам помочь. А вы не считаете, что вы подвергаете ее опасности? Подождите. Я сама вызвалась помочь. Скажите мне только имя убитой. Елена Спиридонова. Елена Спиридонова. А можно я побуду здесь несколько минут одна? Разумеется. Я кипотончик. Спиридонов меня стрелял, и он ранен. В больницах нужно искать. И необходимо проверить частных врачей. Наверняка он к кому-то обращался. Вот этим позже и займитесь. А это не все. А это не все? А это не все уехали. Друг. Елена Спиридонова, явись. Дух Елены. Как это случилось? Нерзавка. Развели тут. Кто разрешил мне здесь оставаться? Нерзавка, дрянь! Да как ты посмела! Разврат в моем доме! Неблагодарная дрянь! Извините! Штольман! 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 Там кто-то есть. Я что-то слышала. Штольман! Спиридонов, полиция! Без глупостей! Штольман! Сдаюсь. Сдаюсь. Врач мне нужен. Это вы убили Голубева? Да можете не отвечать. Ваш племянник во всем признался. Он за все и ответит. Да. Это я. Я. Костя пришел ко мне. И стал просить денег. Серьезную сумму. Я начал расспрашивать его, зачем. И он все, все мне рассказал. И поэтому вы вечером пришли к фотографу домой и убили его. Да. Это я. Я пришел просто поговорить. Он стал вести себя взывающе. Я опять начал шантажировать. Врача сюда везите. Может быть, его в больницу? Можем не довезти. Врача сюда. Пусть он здесь и решает. Понял. Рана нешуточная. А вы зачем в меня стреляли? Смотрю, вы племянников выводите. А у меня ружье под рукой. С охоты вернулся. Вот и подумал. Вот. Вот и решение всех вопросов. Если бы я имел привычку решать так вопросы, я бы должен был бы вас сейчас подушкой придушить. Искали его по всему городу. Он оказывается здесь. Это он убил Голубева. Я видела какую-то даму. Она накричала на девушку, а зато уступился юноша. Он толкнул даму и она головой ударилась. Почему же они это скрыли? Идиоты молодые. Я не знаю. Может, я домой пойду? Я здесь закончу и вас провожу. Ладно, сама дойду. Анна Викторовна, я вам когда-нибудь все объясню. Ну, это вы мне уже говорили. Представляешь, они решили, что их непременно обвинят в убийстве и спрятали тело. А дядя решил, что это они убили. И убил фотографа-шантажиста. Какое-то чудовищное сплетение недоразумений. И именно расплетать эти недоразумения… Я купила билет. Наша работа. В театр? Нет, на поезд. Нет. Как? Ты уезжаешь? Надолго? А я? Дорогой мой. Мне было хорошо с тобой. Глафира. Ты же не думаешь, что мы с тобой можем пойти подвиняться? Да, признаться, я не думал об этом. Вот и хорошо. Я просто не успел. Все случилось там… Не о чем тут думать. Ты и я супруги. Мы же слишком разные. Ира… Спасибо тебе за все. За деньги, которые ты подбросил. Наверное, это были все твои сбережения. Как ты догадалась? Догадалась? Я в ту фотокамеру раз пять запятывала. Это было очень благородно с твоей стороны. Да… У меня будет еще жалование на следующей неделе. Будут еще деньги. Глафира, пожалуйста. Милый. Чудный коробейников. Я благодарна тебе за все. Я буду помнить эти два дня, эти две ночи. Не провожай меня. Прощай. Не провожай меня. Прощай. Вы же невиновны. То есть, вы были невиновны до того момента, пока не устроили все это. Но объясните мне, зачем? А кто бы нам поверил, что это было случайно? Я. Я бы вам поверил. Да вы первые нас подозревали. Когда отец умер, мы пошли к вам в полицию. Мы приходили, потому что думали, что эта мачеха его отравила. Полицмейстер сказал нам идти восвоясь и оставить эти фантазии. И тут она убита. Это я ее убил. Нечаянно. Она так ужасно кричала. Я ведь всего лишь хотел защитить веку от нее. У нас была всего одна минута на размышления. Фотограф был уже на крыльце. Я подумал, что это хорошая возможность для алиби. А фотограф? А фотографа мы не трогали. Да, он пришел с фотографией, я обещал ему денег. И бросились за деньгами к дяде? А к кому еще? Он обещал… Нет. Нет. Этого не может быть. Он пообещал вам деньги, а вечером пошел к фотографу и… Нет, дядя не мог. Мог. Господин следователь. Мы с Иваном возьмем всю вину на себя. Ну, пожалуйста, отпустите Вику. Евграшин! Проводи, барышня. Слушаюсь, Ваш Лагдородик. Пройдемте. Это возможно, но все зависит от вас. Ваши показания должны быть убедительны и согласованы. Запишите в протоколе. Это я толкну Елену. А потом мы вдвоем отвезли ее во враг. Но только вдвоем. Анна Викторовна, спасибо, что нашли время. У вас что-то важное? У меня, собственно, дело к вашему батюшке. Я по известным вам причинам не могу непосредственно к нему обратиться. Поэтому прошу помочь. Да. Спиридоновым нужен адвокат. Хороший адвокат. Я сам бы предложил это дело Виктору Ивановичу, если бы не ссора. Так что посодействуйте. Да. Конечно, я передам ему вашу просьбу. И думаю, что он возьмется за это дело. Благодарю. Так вы Спиридоновым сочувствуете? Признаться честно, да. Молодые люди и вся жизнь впереди. А здесь такое дело. Девушку особенно жалко. Ах, вам девушку жалко? Ну как же, она же ворола. Она же скрывала улики, препятствовала следствию. Она виновна. Нелепый, трагический случай. Испугалась, растерялась. Хотела избежать наказания. Вижу, вы сегодня необычно суровы. Зато вы непривычно прекраснодушны. Нет, вы мне скажите, а с чего вдруг такое покровительство молодым девушкам? И почему меня вы так не баловали? Это несправедливо. Ну чем? Ну чем она заслужила такое покровительство? Да почему вы сегодня так воинственны? Вашу просьбу я отцу конечно же передам. До свидания, Анна Викторовна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я извиняюсь. Вам может позвать кого-то? Ох, я нет зарпации тебя. Субтитры создавала DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А-а-а! А-а-а! Ты знаешь его? Нет. И я нет. Подожди, может, не стоит до прихода полиции? А если там что-то, чего полиции знать не следует? Что, например? Ну, ты как знаешь, а я… Сейчас. Извини, пожалуйста. Сейчас. Куда? Зачем? Это ведь мне? Нет. Дайте, пожалуйста. Не стоит. Отдай. Все равно ведь узнает. Узнает, узнает. Анна, вы ошибка мироздания. Вас не должно быть. Живые не должны говорить с мертвыми. Это противно формуле Создателя, описывающей всю Вселенную. Формула не предусматривает вашего существования. Ошибки надо исправлять. Я убью вас так же, как и этого отступника. Демиург. И вы, господа, ничего не слышали? Нет, ничего. Карманы осмотрели? Так точно надо слуг в городе? Ничего. Похоже, что приезжий. Почему вы так думаете? Человек явно не бедный. Да и возраст такой, что его должен иметь семью и дело свое. Убит приблизительно вчера вечером, но заявление на пропажу не поступало. Значит, выходит, что приезжий. Вы как напечатаете карточки, отдайте Антону Андреевичу. Пусть найдет мне, где квартировал этот приезжий. Сейчас же займусь. Евграшин, я вас буду. Осмотрите сад, ищите орудия убийства. Слушаюсь. Раз. Два. Три. Четыре, пять. Я тебя иду искать. Я тебя иду искать. Я тебя иду искать. Четыре, пять. Я тебя иду искать. Эшли, семьи. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Посланец, принесший мне это письмо, кем бы ты ни был, явись. Дух, принесший мне это письмо, явись. Анна Викторовна, вам знаком этот человек убитый? Нет. Я его первый раз вижу. Письмо адресовано вам. Ну, это же не значит, что убит автор письма. Автор письма – убийца. Вы понимаете, о чем в нем идет речь? Не больше чем бы. Мне показалось, что автор – ученый. Вы видите, речь о какой-то формуле идет. Судя по тексту, он фанатик, маньяк какой-то формулы. Он называет убитого отступником. А может он пришел, чтобы вас предупредить, а убийца не допустил этого? Вам нужно уехать. Уехать? Да. Куда? Не знаю куда-нибудь к родственникам. Нет. Нет. Если он меня здесь нашел, он меня где угодно может найти. Вероятно, вы правы. Но я вас прошу, не уходите из дома. Я приставлю к дому охраны. Да. Спасибо. Ее состояние улучшилось после ее переселения ко мне? Несомненно. Благодарю вас, князь. Я не курю и как врач вам не советую. Да. Ну, что вам сказать. У нее спокойный сон, хороший аппетит. Приступы истерики стали реже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Батфлэш-роллс... ...in the garden. А рассудок? Вы знаете, здесь тоже есть своя динамика. Ну, она понимает, что живет в вашем доме. Знает, что больна. Внимательно слушает. И, вы знаете, она точнее стала осознавать все, что происходит вокруг. Но до какой степени? Я, к сожалению, не могу проникнуть в ее голову. Здесь медицина пока бессильна. Я думаю, для вас не секрет, доктор, что Элис меня недолюбливает, мягко говоря. Да, я замечал ее. Скорее говоря, мне это странно. Мне тоже. Она не взлюбила меня с первых минут ее появления в этом доме. Поэтому я редко захожу к ней, чтобы не травмировать. Это разумно. Угу. И все же мне хотелось бы понять причину этой неприязни. Знаете ли, князь, из тех обрывочных фраз, из ее поведения трудно что-либо сказать определенно. Ну, что ж. Благодарю вас, доктор. Я очень доволен вашей работой. Спасибо. Боже мой, что же делать? Что же делать? Уезжать нужно, Анна. Уезжать. Я никуда не поеду. Нет, нет, нет и нет. Куда она поедет? Из родного дома. Да хоть в Петербург. Вместе со мной. Втайне. Ну, конечно же и в Петербург. А куда ж еще? Конечно же и в Петербург. И непременно с вами. Вот. Князь предлагает Анне погостить у него до тех пор, пока ситуация не разрешится. Как это погостить? Пожить в его усадьбе, пока преступник не будет арестован. Так Штольман ведь обещал выставить городовых. Ну, и прекрасно. Пускай стоят для отвода глаз. А Анна тем временем будет жить в усадьбе князя. Тем более там есть великолепный парк, можно гулять, не выходя на улицу. Ну, что ж. Может быть. Анна, я прошу тебя, чтобы ты приняла предложение князя. Может быть и в самом деле это… это здраво? Да. Да. Ну, если вам всем так будет спокойнее… Да. И еще свечей принесите. Гости жалуются, что темно здесь. Приветствую, любезный. Антон Андреевич, мое почтение. Давненько, давненько не заглядывали. Почитай недели тьви уже. Соскучились. И вот он я. А что привело господина сыщика на этот раз? Скажите, не останавливался ли у вас вот этот пожилой господин? Боже мой. Какой ужас. Нас? Да, конечно. Этот господин приехал вчера из Петербурга. Вы посмотрите взглянуть на записи в книге постояльцев. Да, да, конечно. Прошу вас. Вот посмотрите. Рваная рана. Горло перерезано стеклом. Скорее всего, это так называемая розочка. Ну, вот они всегда бутылки разбивают. Стали в пользу этой версии. Говорит, найденная мной вранья. Вот. Такой осколок. Значит, убийца пришел на место преступления без инструмента и вынужден был импровизировать? Ну, похоже так. Ну, было бы абсурдно предположить, что он пришел туда с розочкой. То есть, у него под рукой была бутылка и когда он решил убить, он сделал из нее розочку. Но это спонтанное решение. Это значит, что он пришел не убивать. Ну, а зачем же он тогда пришел к дому Мироновых? А я иначе поставлю вопрос. Зачем они оба туда пришли? К тому же мы не нашли орудия убийства на месте преступления. А, Яков Платоныч, может, вы просто плохо искали? Яков Платоныч, я все узнал. Убитый Анненков Александр Федорович, профессор математики. А вот как? Математики поспорили о мифической формуле создателя? Напрашивается вывод, что убийца — математик. Никто другой не мог знать об этой формуле? Значит, надо искать математиков. Ну, так ищите. В меблированных комнатах в гостинице загляните. И в дом терпимости. Никто не знает, чем математики шутят. Я у Мироновых. Библированные комнаты. Живей, 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 живей. Библированные комнаты. Дополните, Петр Иванович. Не помешали? Нет, нет. Вы что-то потеряли? Возможное орудие убийства. Ну, готов помочь в поисках. Как угодно. Вы там посмотрите. Как Анна Викторовна? Держится. Вы же знаете, она эмоции лишний раз не проявляет. Я вас вот что попрошу. Вы… Вы проследите, чтобы она из дома не выходила. Она уже ушла. Куда? Ну, ее князь пригласил. Прошла садом, так что сторонний наблюдатель этого за месяц никак не мог. Недоброжелатель будет думать, что она дома. А она, тем временем, совсем в другом месте. И, по-моему, это разумно. Князь придумал. Его идея. А удалось ли что-нибудь выяснить о личности убитого? Профессор Петербургского университета. Что вы говорите? И как зовут? Анненков Александр Васильевич. Анненкова… Что-то не припоминаю. Петр Иванович, подождите. Позвольте. Яков Платоныч, обращаю ваше внимание на то, что, вполне возможно, именно этим предметом и было перерезано горло нашему профессору. Это греческий? Это греческий. Определённый, без всяких сомнений. Это греческий. Ну, я вот не владею. Я тоже. Благодарю за… За помощь, Петр Иванович. Всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста. Анна, это просто какой-то шантаж. Я думаю, что ваши способности кому-то явно мешают. Я ума не приложу. Кому могут мешать мои способности? Ну, вероятно, вы затронули чьи-то интересы, принимая участие в расследованиях господина Штольмана. Но вы не должны поддаваться. Анна, вы можете оставаться в моём доме. Сколько пожелаете, я смогу защитить вас. Спасибо. Вы очень добры. Надеюсь, мы спиритический сеанс не будем отменять. Нет, я готова. Ну, вот и прекрасно. Я пригласил на завтра трёх интересных гостей. Трёх? Кто это? А, это секрет. Я только могу сказать вам, что они специально приехали из Москвы и Петербурга. Специально ради меня? Разумеется. Анна, вы всё ещё недооцениваете тот огромный интерес, который вызывает ваш дар в столице. Но это только благодаря вам. Я просто делаю всевозможное, чтобы о вас узнали. Спасибо. Мне очень интересно. А можно я пойду к Элисе? Да-да, конечно. Встретимся за обедом. Элис, вылезай. Сколько раз, говорит, неприлично барышне сидеть под кроватью. Элиса, посмотри, кто к нам пришёл. Мадемуазель Анна. Элиса, поднимайся, поднимайся. Неприлично сидеть на полу. Опять за своё. А ведь вроде стала человеком. Даже доктор Милц говорит, что прогресс налицо. Ну, оставьте её. Пусть сидит, как ей удобно. Ну, хорошо. Я буду рядом. Ну, как ты? Как ты спала? Я спала. Я спасла. Я сняла. Я ушла. Я… А вот у нас очень тяжелое утро выдалось. Да, даже полиция приезжала. Но я не буду тебе об этом рассказывать. Это правда очень тяжело. Штольман друг. Да. Штольман мой друг. Мрачен очень был. Конечно, я понимаю, что причина для визита не самая приятная. Но всё-таки, всё-таки он был очень мрачен. Что случилось? Несчастье. Несчастье? Да. Убили человека. Прямо у нас в саду. Понимаешь? К тебе? Что? К тебе приходил убийца? Да, но… Но ты, пожалуйста, об этом не думай. Совсем. Штольман твой друг. Да. Мой друг Штольман. Мой друг. Я ещё продолжаю в это верить. Несмотря ни на что. Князь не нужен. Что? Илис. Илис, что ты сейчас сказала? Илис, ты слышишь меня? Илис, скажи мне ещё раз. Князь хороший. Князь хороший. Да. Князь хороший. Благодаря князю ты живёшь здесь, а не в приюте. Благодаря князю я живу. Он очень много делает для тебя. Много делает для меня. Пойдём гулять. Пойдём. Пойдём. Тебе не нравится князь? Твой друг не нравится, князь. Друг князю или князь другу? Все. Нет. Откуда ты это знаешь? Что такое? Элис. Элис, что случилось? Боже мой. Аккуратно. Туда скорее. Боже мой. Что же это такое? Садитесь. Аккуратно. Соль. Давайте её скорее. Тихо, тихо, тихо. Я брала. Соль. Нету соли. Тихо. Тихо. Я сейчас. Пожалуйста, скорее. Тихо, 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 тихо. Мой хороший, тихо. Всё будет хорошо. Тихо. Всё, всё, всё. Держись, держись. Они смотрят, слушают, всегда. Кто? Они меня убить. Кто, милая? Все меня хотят убить. Нет, нет, нет. Все тебя любят. Ты ошибаешься. Ты меня любить. Больше никто. Тихо. Слышишь меня? Всё будет хорошо. Поняла? Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Без тебя будет плохо. Послушай меня. Я тебя никогда не буду. Поняла меня? Слышишь? Ты веришь мне? Я всегда буду рядом с тобой. Боже мой. Не могу найти. Где же соль? Нету соли. Что делать, я не знаю. Боже. Вот же она лежит. Где? Вот. Боже, как я её обронила-то, а? Ну, скорейте. Ну, вот. Слава Богу обошлось. Да. Ну, поднимайся. Поднимайся, Вадим. Тёнька. Ну, что там, доктор? Яд? Да нет. Скорее наоборот. Очень похоже на отвар и в страв, который используют при лечении больных почек. Ну, да. Кстати. Этикетка на греческом языке. Это… Это бутылка из-под елея. Это же оливковое масло с добавками. Его привозят в Россию из Греции. Правильно. Используют в наших церквях во время богослужения. Спасибо, доктор. Ну, допустим, некий маньяк, смехнувшийся на формуле создателя, прятался в саду у Мирона. Поджидал Анну Викторовну. А здесь появился Анин, как и он убил его. А зачем поджидал? Очевидно, чтоб предупредить Анну Викторовну об опасности. Ну, убийца и без оружия. Да может, он не хотел убивать его в тот день. Хотел понаблюдать за Мироновыми, а здесь появился профессор. Без оружия, но с бутылочкой елея. Как-то это… А куда у нас поставляют елей? В церкви, в монастыри. Благодарю. Вот по церквям и пройдитесь. Надо узнать, кто разливает самодельное снадобье в бутылке из-под елея. А я в монастырь. В монастырях нередко находят приют странники, юродивы и прочие психически неустойчивые личности. Правильно мыслите. Каждому страждующему даем ночлег и пропитание. А кто отвечает за их размещение? Так я и отвечаю. И сколько же у вас постояльцев? Двадцать пять душ ночевали. Но они все время меняются. Одни насовсем уходят. Другие возвращаются на ночлег. Да и новые к вечеру подойдут. А как вы их учитываете? Как? Учитываем. Ну, может быть есть какая-то книга учета постояльцев? Книга? Да Господь с вами. Никто и имен-то у них не спрашивает. Бог всех знает. Все видит. Вне всякого сомнения. Скажите, среди этих постояльцев часто сумасшедшие попадаются? Ну, это как посмотреть. Кому сумасшедшие, а кому и божьи люди. Ну, божьих людей. Так все почитай. А никто из них не упоминал о формуле Создателя? Не слыхал такого. Для Бога есть одна формула. Молитва. Скажите, а кто-нибудь из братьев, может быть, варит отвар для здоровья? Так как же? Я варю. А что, и до полиции уже молва докатилась? Докатилась, докатилась. А чем страдаете? Любопытством. Знаете, частенько сую нос в чужие дела. Может есть у вас какое средство от этой хвори? Молитва, сын мой. Опять же молитва. А вот если, к примеру, почками страдаете? Да. Скажите, а вчера кто-нибудь приходил за таким отваром? Приходил вчера божий человек. Жаловался на почечные боли. Я отдал отвара. А в бутылки из-под елея? Ну, да. Из Греции привозят. У нас много таких. Прошлой ночи он здесь ночевал? Да вроде бы. Утром я его видел. Вечером придет? Да кто ж его знает. Помогите, отче. Окажите помощь следствию. Ну, иди. Ну, и что сидим? Так я же… А чего вы удивляетесь? Вы вот сидите тут попугаем и себя обнаруживаете. Какой же вы послушник? Всякий видит, что вы ряженый. А как же мне… Во-первых, встать надо, когда со старшим говорите. И работать надо. Послушник всегда работает. Иначе подозрительно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так что же это за формула такая? Да математики бьются над ней, дескать. Она в себе всю вселенную содержит. Вот. Богохульство все это. Бог есть формула всего. Бесспорно, наука в наше время сделала значительный шаг вперед. Но ей по сию пору не удалось приблизиться к разгадке многих тайн природы. Ну, взять хотя бы теорию вероятности. А есть и такая теория. Представь себе, Мария Тимофеевна, это математическая теория, призванная предсказать вероятность тех или иных событий. Господи, и откуда ты все это берешь, а? Я уже забыл, когда видел тебя с книгой в последний раз. А я черпаю информацию непосредственно из универсума. Да, вот так. Я, к слову сказать, много раз пытался применить теорию вероятности на практике, но мне так и ни разу не удалось предсказать появление козырного туза. На завтрашнем заседании нашего клуба будут целых три математика. Вот вы у них и проконсультируйтесь. И все профессора? Один доцент и два профессора. Один из них очень известный, профессор Анников. Он не придет. Это его нашли сегодня утром в беседке. Мне что ли он не сказал? А почему он пришел к нам? Извините. Анна. Дух профессора Анникова, явись. Дух профессора Анникова, явись. Профессор, что вы пишете? Оказывается, формула так же бесконечна, как и вселенная. Зачем вы ко мне приходили? Вы хотели меня предупредить? Вот же, все написано. Он прав. Вы ошибка. Вас не должно быть. Кто? Кто прав? Дмюрка? Сударыня, вам плохо? Нет. Мне хорошо. Вас там ожидают. Где? В саду. В саду. В саду. В саду. Яков Платоныч. Вы меня проведете? Простите, что потревожил. Ничего. А почему вы не войдете? Если честно, не хотел никого видеть, кроме вас. Пришел проведать, как вы. Хорошо. Князь очень милый. Мои пришли меня навестить. Вы действительно чувствуете себя здесь, в безопасности? Да знали бы, где она, эта безопасность. Это верно. А вы выглядите усталым. Наверное, да. Весь день впустую. Знаете, что я думаю? Мне кажется, что Дмюрк, он такой же математик, как и Аненков. А вы тоже так думаете? К сожалению, других математиков в городе не обнаружено. Завтра у князя будет два математика в гостях. Из Петербурга и из Москвы. И кстати, Аненкова ведь тоже князь пригласил. Вот оно что. Я тоже завтра приду к князю. Только вы ему об этом не говорите. Пусть это для него будет сюрпризом. Но опять вы в чем-то князя подозреваете? Вы из дома. Ночью не выходите. Хорошо. Берегите себе. Берегите себе. Подождите. Подождите. Ж bothering. catura-руми... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Элис! Господи! Господи, что же это? Что же это, Господи? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Никаких следов взлома и на дверях тоже. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я клянусь, в 9 часов вечера она была в постели. Я проверила здесь все как обычно. Замки, окна, двери. Вчера вечером вы дверь закрывали? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, как всегда. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я же не сумасшедшая. Ну, тогда я сумасшедший? Девушка исчезла из запертой комнаты? Я запирала. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А у кого еще есть ключи? У доктора Милца и у меня больше ни у кого. Кто-то мог сделать копии? Ну, свои ключи я обычно храню в кабинете, в ящике. А где они сейчас? Сейчас они здесь. Ясно. Думаю, у меня еще будут к вам вопросы. В любое время я к вашим услугам. Анна Викторовна, вы ведь и раньше видели сны про Элис. Они даже помогли нам. Просто я обычно сны вижу, только про… Нет, нет. Элис, она… Она жива. Я чувствую. Хорошо, хорошо, что она жива. Я ее найду. Я ее обязательно найду. Я вам обещаю. Нет. Да я во всем виновата. Это я. Все это из-за меня только. Это в чем вы виноваты? Во всем. Я всем, я всем только зло приношу. Даже бедная Элис. Да помилуйте. При чем здесь вы? Я ошибка. Меня не должно быть. Понимаете? Ну, что за дикая идея? Это он мне сказал. Я, я не вписываюсь в формулу Создателя. Меня быть не должно. Ну, кто вам сказал? Этот, этот Танинков, он такой, такой гадкий, такой отвратительный. Да не слушайте вы его. Вы, вы самая, вы самая прекрасная, замечательная, лучшая часть этой вселенной. Вы всем нам нужны. Родителям, родным, мне. Что? Что вы сейчас сказали? Что вы всем нам нужны? Нет. Вы еще что-то сказали. Вы нужны всей вселенной. Ну, что? Ты ничего. Ходил, ходил. Ванну зачем-то заглядывал. Я тут вопросы недурацкие задавал про ключи. Слушайте, он вообще хороший сыщик. Он превосходный сыщик. Ну, не знаю. Я этого не заметил. Да я понимаю, все это неприятно. Неприятно? У меня в доме похитили человека. Похитили? Ну, не сама же она исчезла. Я уже подобрал к ней какой-то ключик. И вот… Может быть, поэтому похитили? И сейчас нужно искать того, кому это выгодно? Какой человек. Прошу. Я должен знать все, что знает об этом Штольман. Разумеется. Если он только сам ее не похитил. Ну, куда? А? Куда она надеваться? Она же не здорова. Где вы держите ключи от комнаты Элис? Они на связке. Кто-то мог сделать компик? Нет, связка со мной всегда. Скажите, в последнее время не заметили ничего необычного в ее поведении? Самое необычное то, что она… она нездорова. Но в этом я не сомневаюсь. Не могла же она исчезнуть сама? Кто-то ей помог. Вы что? Вы меня подозреваете? Полагаете, это я способствовал ее побегу? Так все-таки побегу. Вы успокойтесь, доктор. У вас есть микроскоп? Простите, что? Микроскоп. Да, есть. Спасибо. Благодарю. Все равно не могу понять. Доктор, нужна ваша консультация. Я здесь по одному делу обнаружил пучок волос. Нужно разобраться, не могу понять, кожа это или нет. Нет, это не кожа, это клей. Это волосы, приклеенные к материи. По всей видимости, это из парика. Я так и думал, доктор. Спасибо. Яв Котанович. Да. У меня к вам большая просьба. Вы, пожалуйста, меня держите в курсе. Я имею в виду по поводу исчезновения Элис. Конечно. Громкость. Есть. Спустя Уг pont, подозревий к копию фермент. И третьего дня он приходил. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Я даже не знаю, как это произошло. В толк не возьми. Она была тут, я закрыла на все замки. Прихожу и нету. Я понимаю. Пожалуйста, оставьте меня здесь одну. Пожалуйста, я вас прошу, оставьте меня одну, мне это необходимо. Будьте добры. Конечно. Алис, Алис, где же ты? Дай мне какой-нибудь знак. Что же с тобой случилось? Солдатика своего оставила. А ты ж так его любишь. Мне оставила. Поехали! ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Стоять! Отошел от двери! Отошел! Пойдем! Живо-живо-живо! Прошу! Господа, их сиятельства будут с минуты на минуту! Вот так встреча! Опять с кулаками броситесь? Да нужен ты мне больно! Если бы где в другом месте! А так дом-то приличный! Да уж! В таком доме желательно обойтись без мордобоя! Вас тоже пригласили на заседание клуба? Пригласили! Только если б я знал, что ты будешь здесь… Мне профессор Аненков писал, что князь пообещал денег вашему факультету? Пообещал, пообещал! Собственно, поэтому мы и согласились! Да, но где же профессор? Не ведаю! Он раньше меня выехал! Должен уже быть! Прошу прощения, господа! Доцент Куликов, как хорошо, что вы приехали! А вы, вероятно, профессор Обручев! Я очень рад! Разумовский, Кирилл Владимирович! Господа, вы уже познакомились? Да-да, мы знакомы! Очень хорошо! Не знаю я ничего! Ничего не сделаю! Врешь? Келлор мне на тебя указал, как на того… На кого? Странники мы! Из Нижнего пришли! Странники! За зелен приходил раньше? Ну, приходил я вчера, а что? Законом не запрещается! Кто послал? Да кто его знает! Господин один подошел ко мне у монастыря вечером! Как он выглядел? Обыкновенно! Да я и не разглядел! Говорю же, темно было! Он и сегодня велел бутылку принести в этот самый дом, где меня захомутать изволили! Кому принести? Да почем я знаю! Ну, сказали там знают, кому! Яков Платоныч, Анна Викторовна сейчас в доме у князя! Поехали! Дежурный! Экипаж! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Пётр Иванович, начинайте. Итак, господа, сегодня мы поговорим, несмотря на скорбные обстоятельства, поговорим о… о разновидностях духов и попытаемся их классифицировать. За беспокойство прошу простить. Тебе чего, любезный? Вот, велено передать. Это что ж такое? Средство лекарственное, средство хорошее. От всех хворей. У кого-то тут почки нездоровенькие. Знать не знаю. Кому велено передать-то? Ох, я не ведаю. Сказали тут знают. А кто велел передать-то? Отец Келлор из монастыря. Строго-настрого велел. Ну, давай, я спрошу. Никак невозможно. Лично в ручке велено. Ты либо давай, либо проваливай. Добро, добро. Добро, коли так, то держи, любезный. Только не забудь. Пусть благости и радости дом все не покинут. Бо-бой. КОНЕЦ Нельзя современный спиритуализм представить себе как некую чисто метафизическую концепцию. Он демонстрирует нам, что он отделял совершенно иным характером и отвечает требованиям поколения, воспитанного на школе рационализма и школе критицизма. Прошу прощения. Продолжайте, Петр Иванович, продолжайте. Да. Яков Платоныч. Прошу прощения за поздний визит. Нет, ничего, я вам рад. Уж не на заседание ли нашего клуба вы пожаловали? Да нет, что вы. Хотел задать вам несколько вопросов по делу о пропаже Элис. Хотя вы правы, это можно сделать позже. Яков Платоныч с удовольствием полюбопытствовал бы, что там происходит на заседании вашего клуба. Если это позволено. Помилуйте. Мы же не тайное общество какое-нибудь. Прошу. Благодарю. И затем сами сведущие духи могут изъясняться по-разному. Иными словами, иными выражениями. Они имеют в сути своей тот же смысл. В особенности, когда речь идет о вещах, кои наш язык бессилен выразить ясно. То есть, когда требуется и насказание, сравнение, метафору и прочее. А чем… А чем же становится душа в момент смерти? Она вновь становится духом. То есть, она возвращается в мир духов, кои покинула ненадолго. О! А ты кто таков? Куда это? Так сказали, по корме тут. Без всякого Якова я посыльный. Посыльный? Так да. Из монастыря. А, боже человек. Счастлив тот, кто не прихотлив. Ну, погоди. Сейчас принесу. В миг смерти все поначалу спутано. Душе нужно какое-то время, чтобы осознать себя духом. Я бы сравнил это состояние с человеком, который только пробудился от глубокого сна. Ясность мыслей и память о прошлом возвращаются к душе, по мере того, как ослабевает влияние материи, от кой она только что освободилась. И вот тогда душа становится духом. Вот. Ну, у меня все. Благодарю вас, Петр Иванович. Очень-очень познавательно. А теперь попросим Анну Викторовну провести для нас периодический сеанс. После чего обсудим его с нашими учеными-гостями. Я предлагаю вызвать дух профессора Анненкова. Профессора? Вы считаете это возможно? Разумеется. Мы же здесь практикуем спиритизм. Анна Викторовна, если я не прав, поправьте меня. Конечно, вы правы, Кирилл Владимирович. Но вы обещали нам встречу с великими математиками прошлого. Да, собственно, ради этого мы и приехали. Разумеется. Но в этих обстоятельствах я подумал, раз уж случилась эта ужасная трагедия, имеет смысл поговорить с профессором. Он мог бы открыть тайну своей гибели. Я действительно могу спросить его. Нет, нет. Простите меня. Я решительно против. Это как-то даже кощунственно. Профессор наш, учителя. Мы не хотели бы принимать участие в разного рода там экспериментах над ним. Я понимаю вас. Мы можем вызвать любого другого математика из прошлого. Ну, как вам будет угодно, разумеется. Я приношу извинения, если задел ваши чувства. Ну, что вы. Просто это как-то непривычно. Да. И с научной точки зрения это… Кого вы хотите, чтоб я вас была? Ну… Может, Гаусса? Иоганна. Иоганна Гаусса. Господа, я прошу вас взяться за руки. Простите. Прошу вас. Пожалуйста. Дух. Иоганна Гаусса, явись. Дух. Иоганна Гаусса, явись. Дух. Сборище идиотов. Собрание дураков. Сборище идиотов. Собрание дураков. Собрать ни секунду своего времени. Хотя в его распоряжении – вечность. А вы? Демиурка – гений. Не математики вы. Жалкие фигляры. А формула существует. 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 И здесь я нашу. Анна. Что? Я говорила? Да. Это потрясающе. Где моя шляпа? В гардеробной. Любезный, нельзя ли поскорее? Извольте сюда. За мной. Это же был профессор Анненков. Вы его знали? Нет. Ну, как вы могли его скопировать? Послушайте, я никого не копировала. Очевидно, дух профессора на некоторое время не воплотился в Анне Викторовне. Так что нам, господа, еще повезло. Такое бывает нечасто. Это невозможно! Господа, я прошу вас простить меня. Аннет. Я неважно себя чувствую. И лучше вам продолжить без меня. Ну, как же без вас, Аннет? Ну… Решили уйти, не попрощавшись? Простите, с кем умею честь? Штольман, начальник сыскного отделения полиции. Затонская. А при чем здесь полиция? Анна Викторовна, ну, мы просим вас остаться еще ненадолго, если есть к этому малейшая возможность. Ну, нет. Учащенные пульсы и температура повышенная, так что, господа, нашему высокому собранию я порекомендовал бы Анну Викторовну отпустить, потому что ей действительно необходим покой. Разумеется. Анна Викторовна, простите мою беспечность. Это вы простите меня. Простите. Пройдешь? Да, да. Останьтесь, пожалуйста, с теми. Я как чувствовал, не хотел сюда ехать. Испиритизм этот. Князь пообещал пожертвовать солидные суммы нашему факультету. И Анненкову тоже. А чего же вы испугались? Я? Помилуйте. Чего мне бояться? Да. Анна Викторовна, всего два слова. Пожалуйста. Вы сказали, Демиурка гений? Я так сказала? Да. А вы не помните? Я в этом состоянии, знаете, не осознаю себя. Демиурка. Это студенческое прозвище Обручева. Господин Обручев, вы слышали вопрос? Почему вы сбежали из гостей? Я? Не сбежал. Просто душно. И этот голос. Узнали голос профессора? Да. А кто второй гость? Он тоже ученый? Куликов. Да. Он тоже ученик Анненкова. Его любимица и ассистент. Профессор называл его гений. Не без доли иронии, разумеется. А как, как он вас назвал? Демиурк. Он всегда потронивал над нами. Хотя ценил очень высоко. Записка была подписана на Демиурк. Какая еще записка? Я узнал у профессора. И эти словечки, собрание дураков и наше прозвище, я словно увидел его сейчас. Но как? Он приходил. Простите, но я во все это не верю. Я не могу в это поверить. Не двигаться. Не двигаться. А на ветер, подойдите ко мне. Стоять! Здесь стойте. Здесь стойте. Кто кричал? Кто кричал? Коробейников. Куликов. Туда побежали. Ты цела? Да. Вредная. Пойдем туда. Где он? Кажется, туда побежал. О боже мой. Что случилось? Боже мой. Это профессор? Обручев убит. Кто на вас напал? Что случилось? Скажите мне. Господи. Стой! Стрелять буду! Да вы представьте только, вдруг из-за угла на меня выскакивает монах с револьвером. Вы пытались ударить Анну Викторовну канделябром. Он пытался. Да чушь! У меня и в мыслях такого не было. И что, вы так испугались, что решили бежать? Я плохо понимал, что происходит. И вообще решил уйти. Заблудился в темноте, не мог найти выхода. И вдруг вы. Вы видели профессора Обручева? Нет. Записка, которую нашли возле Анненкова, была подписана Демиург. Что вы об этом знаете? Господи. Это старая история. Демиург – это прозвище Обручева. Но он никак не мог быть убийцей профессора Анненкова. Это чушь. Почему? Они ведь ссорились по поводу формулы создателя. В свое время мы все перессорились из-за этой формулы. У каждого свое решение. С учеными такое бывает. Ну, а как же вы оказались здесь, в Затонске? Я – ассистент профессора Анненкова. Его сиятельство пригласило сюда нас обоих. Профессор приехал пораньше. Ну, а я только здесь узнал о том, что профессора убили. Скажите, кто вас убил? Зачем он это сделал? Неужели из-за формулы? Дурак. Кто? Куликов? Все из-за формулы. Демиург. Гений. Щитовод. Щитовод. Кто такой щитовод? Профессор Анненков одно время был увлечен вычислениями этой мифической формулы. И нас привлек троих студентов. Позвольте, а кто же третий? Был еще один. Профессор называл его Щитовод. Но он бросил университет на последнем курсе. А где он теперь, не знаете? Не знаю. Но кто-то мне сказал, что он ушел в монастырь. Антон Андреевич. Я в монастырь. А вы? Вы ошибка. Вас не должно быть. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Однако это не снимает с вас подозрения. Да. Вы принимаете средства от почек? От почек? Нет. У Обучева были проблемы с почками. Еще с юности. Ну да. Только опровергнуть он это уже не сможет. Вы арестованы по подозрению в убийстве. Как? За мной следуйте. Яков Платоныч. Я хотела вам сказать. Был еще третий. Щитовод. Гений, домиорк и щитовод. Я приму это к сведению. Вам лучше побыстрее вернуться домой. Не стоит дальше оставаться у князя. Да, да. Вы правы. Вы не беспокойтесь, меня дядя проводит. Будьте осторожны. Скрылся. Нет его в монастыре. Говорят, поехал на пасеку за метр сплотиться и не вернулся. Ну что вы, Антон Андреич, про шляпали? Да кто же знал? С утра езжайте на пасеку и в розыск объявите. Ну а сейчас отдыхайте. Идите спать. Да куда уж спать. Через два часа рассвет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нет, нет. Это неверно. За что же вас убили? ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Мосток, дорогие. Мосток, дорогие. Тут к вам пришли. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Что? Кто пришел? Монах какой-то. Доброе утро. Извините, что разбудил. Я был на пасеке. Под утро вернулся, и мне сказали, что вы меня искали. А почему же вы скрыли от меня свое университетское прошлое? Помилуйте, вы пришли ко мне совсем с другими вопросами. Нет, я упоминал о формуле мироздания, но вы промолчали. А зачем мне было влезать? Я хочу забыть этот грех. И не хочу, чтобы о нем знали в обители. Скажите, а где вы были третьего дня ночью? Так в монастыре. Где же мне быть? Кто может подтвердить? Да почти все. Служба у нас была всеношная. Скажите, а господин Обручев приходил к вам за снадобьем? Нет. Ни Обручев, ни Аненков. Никто ко мне не приходил. Из прежних знакомцев. И вы не знали, что они в городе? Нет. Я давно ни с кем из них связей не поддерживаю. Куликова сюда лежите. Да, мы были студентами профессора. А потом он куда-то исчез с четвертого курса. В Бога я уверовал. И другой путь себе избрал в жизни. И что же, совсем забросил формулу? Да нет, Грешин. Иногда коротаю время за вычислениями. И, кажется, приблизился к решению. Слаб человек. Трудно унять страсти свои. Нашел решение. И поэтому ты убил учителя и сокурсника? Бог с тобой, брат. Никого я не убивал. Так вы не встречались после университета? Я ничего не знал о том, что наш счетовод здесь, в монастыре. Я не заказывал никакого снадобья. Я приехал вчера. Профессор был убит до моего приезда. Мой билет из Петербурга у вас. Да, я занимался вычислениями. Но я никогда не был знаком с госпожой Мироновой. И, само собой, уж не имел бредовых идей о том, что она ошибка мироздания. Вы не волнуйтесь так. Ну что ж. У меня нет причин вас задерживать. И на том спасибо. Надеюсь, вы найдете убийцу. – Непременно. – Из города пока не уезжайте. То есть, как это? Мне надо быть в Петербурге. Город не покидать. До свидания. А вам придется остаться. Ваше алиби будем проверять. Если оно подтвердится, тогда и отпустим. Кирилл Владимирович, я очень вам благодарна за приют. Но мне кажется, что мне уже пора возвращаться домой. Конечно. 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 Должен признать, что мой дом оказался не очень надежным убежищем. Да это ужасное событие. Еще Элис пропала. Элис. Я… Я просто места себе не нахожу. Я привязался к ней, как к дочери. А я, как к сестре. Я знаю. Мы потеряли с вами члена семьи. Ради бога, Анна. Простите мне мою бестагност. Это вы о чем? Ну, вчера я попытался удержать вас на собрании, не понимая, что вам действительно плохо. Ой, да это пустяки. Дорогая Анна, я знаю, как вам тяжело. Не всякий способен понять вас. А в ком-то вы просто возбуждаете открытую ненависть, вот как сейчас. Ну, вы должны знать, что у вас есть друг, который всегда поймет вас и придет на помощь. О! Смотрите, полиция демонстрирует усердие. Кирилл Владимирович, большое вам спасибо за приют. До встречи, Анна. До встречи. Анна Викторовна, я же просил вас, не выходить из дома. Ну, я же подумала, что мне уже ничего не грозит. К тому же мне послание было. И кажется, не я причина всех этих преступлений. А что же? Что-то гораздо более приземленное. Яков Платоныч. Похоже, то, что искали. Яков Платоныч, я не буду вам мешать. Но имейте в виду, что формула здесь ни при чем. Да, да. Не было. Не было никакой всеношной в монастыре. Как не было? То есть, была, но днем ранее. То есть, у монаха нет альбини по одному из преступлений? Соврал мне божий человек. Это бутылка, которую я принес. Откуда вы знаете? Я отметину сделал. Вот, гвоздем. То есть, убийца взял бутылку из дома? Монах был в доме? Но его никто не видел. А Куликов был в доме и вполне мог взять бутылку. Езжайте на вокзал, опросите там. Может быть, кто-то помнит математиков Куликова и Аненкова. Вы полагаете, что они могли приехать вместе, да? Возможно. В управлении увидимся. Да. Это кого повели? Подозреваемый по нашему делу. Монах? Монах. Бывший математик. Черт знает что. Совсем народ распустился. То они монахи, прости господи, то они математики. Никакого порядка, поэтому и убийство. Ну что, улечили монаха? Никак нет. Пока нет. Рано делать выводы, мы разбираемся. Разбирайтесь скорее, а то преступление сыпется на нашу голову, как из рога изобилия, к тому же это англичанка, куда она могла деться? Антон Андреич, вы поезжайте в монастырь, проверьте показания Киллера. Слушаюсь. Да-да, давайте, давайте, поезжайте. Займитесь делом. Да, по поводу Элис Лоренс, я хотел бы просить у вас санкции на обыск в доме князя. Ну, вы уже осматривали комнату сбежавшей? Я хотел бы обыскать весь дом. Зачем это? Есть подозрение, что сам князь замешан в исчезновении этой девушки. Не исключено, что ее просто перепрятали в какое-то другое место, в тайное место в этом доме. Я к вас повело. Ягод Платоныч, романы читаете? Напротив. Читал дело о задержании полковника Лоренца здесь, в Затонске, семь лет назад. И князь был замешан, его тогда подозревали. Да что вы. Это дело секретное. Князь проходит свидетелем, и все тут. И не надо упоминать его имя. Псуем. Элис тогда была шифровальщицей полковника Лоренца. И через столько лет князь забрал ее к себе в дом, спрятал. А теперь, я думаю, он хочет сделать так, чтобы никто никогда не узнал. Молчать, молчать, молчать. И все тут я вам приказываю. Что вы, что вы себе тут надумали? Что вы накрутили все? Давайте-ка разберитесь лучше с этими, с вашими математиками. Мы и так петербургские газеты пишут, что в Затонске погиб светило российской науке. Мне уже из департамента полиции запросы по телеграфу шлют. Я, Платоныч, я прошу вас, выкиньте это, чушьи с головы. Забудьте, забудьте это. Звучит музыка. Звучит музыка. Скажите, а профессор Куликов и Анинков, они из Петербурга приехали вместе? Понятия не имею. Они должны были прийти на собрание вместе, а вот как они приехали, я не знаю. Благодарю. И где же вы взяли этих математиков? Я познакомился с Анинковым на приеме в честь юбилея университета. И пообещал сделать пожертвование на факультет математики. Благородное. Сделали? Разумеется. Неделю-две назад приезжал Куликов и забрал эти деньги. Если не секрет, какую сумму? Ну, не секрет. Пятьдесят тысяч рублей. Ого. То есть профессор Куликов приехал к вам, забрал деньги, а расписку он оставил? Нет. Ну зачем мне расписка? Я же подарил, пожертвовал эти деньги. А профессор Анинков, он как-то известил вас о получении этих денег? Нет. Я не получил от него ни письма, ни телеграммы. Странно. Честно говоря, и мне показалось это странным, но я подумал, что мы поговорим с ним об этом приличной встрече. Да. Только вот встреча не состоялась. Среди сонного тумана В царстве страха и обмана Расскажи мне о дороге То, что стелится под ноги Скажи, скажи это ему Кому ему? Князю? Штольману? Нет. Может быть, полковнику Лоуренсу? Отцу Элис? Дух полковника Лоуренса, явись Дух полковника Лоуренса, явись Ради Элис Дух полковника Лоуренса, явись Что сейчас с Элис? Где она? Пожалуйста, ответьте мне Это срочно Что случилось? Анна Викторовна, вы простите, ради бога Ну, говорите уже Дело вот какого рода. Я только что с вокзала Опросил там всех проводников служащих И выяснилось, что профессор Анненков и Куликов Приехали вместе То есть, Куликов врал, Что он приехал на день позже Врал, чтобы создать себе альби Мне кажется, что они расстались на вокзале Профессор Анненков поехал к вам А Куликов, видимо, проследил за ним И... Вы думаете, что... Это всего лишь мои догадки Но вы, Анна Викторовна, может... Может спросите у духа профессора Анненкова Как это у них все сложилось Ой, да если бы это все было так просто Понимаю Вы знаете, мы ведь уже давно с вами Расследуем разные преступления И вы неоднократно спасали зашедший в тупик дела Очень серьезные дела даже Но между тем я ни разу Ни разу не видел, как вы устраиваете Специстический сеанс Может быть, мы сейчас, прямо сейчас Исключительно для пользы дела Может быть, в порядке исключения Строим небольшой спиритический сеанс Чтобы поговорить, выяснить у духа Анненкова Милый Милый Антон Андреевич Когда я в следующий раз буду устраивать Публичный спиритический сеанс Я вас непременно приглашу Понимаю Ну что ж, в таком случае я Раскланиваюсь и... Да Службос... Вы берегите себя, пожалуйста И вы себя берегите Они приехали вместе Анненков и Куликов приехали вместе Тот билет, что он нам предъявил Фикция Он купил его заранее Их опознал проводник Они ссорились, там ругались С купе Куликова надо арестовать немедленно Где он остановился в Затовске? В ингалерованных комнатах, разумеется Наряд туда и наряд на вокзал Нет, он не уедет, пока Анна Викторовна жива Вы думаете, он? Быстро к народу Что? Ей не хватает, что? Она не такая, как все Бедная моя девочка Что делать? Скажи мне, что делать? Ждать Терпеть и ждать Пройдет время, она... Она перерастет все это А если нет? Если нет? Нет, нужно что-то делать Нужно бороться Подумай только Ее считают злом Ошибкой вселенной И приходят устранить эту ошибку И ты предлагаешь, да, отчего? Чтобы кто-то опять пришел за ней Терпение Терпение, моя дорогая Пойми, это Это единственное, что нам с тобой остается Ну, ты же знаешь Ей нельзя запретить На нее нельзя давить Она еще слишком молода Подрастет, остепенится Да не нужно меня успокаивать Нужно что-то делать, чтобы образумить ее Иначе мы ее потеряем Простите меня Простите меня за все Больше я не буду вас пугать То есть, я буду стараться Но, пожалуйста, не надо ничего со мной делать Я и только я сама И папа прав Мне просто нужно время И я справлюсь с моей жизнью Девочка моя дорогая Ты же знаешь Я желаю тебя как добра Я знаю, мам Ты... Ты куда-то забралась? Ну, тебя же нельзя Мне нужно Пойти пройтись Я больше не могу сидеть дома Но я знаю, что мне уже ничего не угрожает Я скоро вернусь Я очень вас люблю Ну, вот, вот Я знаю, что я знаю КОНЕЦ КОНЕЦ ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Не двигайся! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Это вы. Ошибка мироздания. Но виселица это исправит. А с чего мне перед вами исповедоваться? Не хочу. Как вам угодно. Я вам сам расскажу. Ну-ну. Любопытно. Профессор Анненков договорился с князем Разумовском о пожертвовании в пользу факультета. Вы участвовали в переговорах, поэтому знали об этом все. Приехав сюда, в Затонск, от имени профессора, вы получили 50 тысяч рублей и присвоили их себе. Ну что дальше? Пока вы об этом думали, князь пригласил вас и Анненкова к себе в гости. И вы знали, как только Анненков встретится с князем, вы будете разоблачены. И вам пришел хитрый план. Приехав сюда, в Затонск, вы пригласили профессора в дом к Мироновым для предварительного знакомства. И убили его в их саду. Далее, чтобы замести следы, вы вспомнили старую историю о вычислении формулы Создателя. И подставляете тем самым своих однокурсников. Немюрга и щитовода. Того же вы знали, что у Обручева с юности болезнь почек. Но мне одно непонятно. Как вы узнали, что щитовод здесь в монастыре? Антон Андреевич, это уже не важно. Ну, зачем? Зачем нужно было убивать Обручева? Я думаю, он тоже что-то знал о пожертвовании и мог проговорить с князем. А я? Меня-то за что? Вы меня убедили. Я поверил в то, что вы можете спросить у Анненкова. Неужто просто денег захотелось? Вы знаете, захотелось. Захотелось. Я всю ночь тогда вез деньги в поезде и открывал саквояж поминутный и смотрел на них, на деньги. Я никогда не видел столько сразу денег. Это что получается, что я была ошибкой вселенной, чувствовала себя важной персоной, а дело-то, как обычно, в деньгах? В деньгах, Анна Викторовна. В деньгах. Я вот что хотел… Я прошу вас, пожалуйста, только сейчас ничего в языкопарного не говорите. Хорошо. Я просто хотел сказать, но хорошо не буду. А скажите, я хотела бы узнать, у вас ведь эти дни не было возможности заниматься делом Элис? Нет. Я спал всего два часа за последние трое суток. Думал о вашей безопасности. Спасибо. Я очень вам благодарна. Но скажите, вы сейчас, вот сейчас уже, у вас есть же возможность заниматься этим делом? Да, да. Я сделаю все возможное. Сделаете, да. Я знаю. Спасибо. Ну, что же. Опасности больше нет? Нет. Можно меня не провожать? Все. Вы простите меня, Аня, но опасности, они как будто ходят за вами по пятам, и я стал к этому привыкать. Аня? Неожиданно. Вы меня простите, пожалуйста. Я столько вам мучений доставляю, Яков Платоныч. Да нет, нет. Это вы можете смеяться надо мной, но я просто человек другого уклада, и мне сложно понять, как вам это удается. Но вы, не на мгновение, я не сомневаюсь, что вы слышите меня, что моя жизнь без вас была бы иной. Иной? Она была бы пуста. Она была бы пуста. А что такое? Да что случилось? Только что был князь. Он просит в твоей руки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok